Решения, принятые Советом ЕС по иностранным делам 29 января нынешнего года, вызывают разочарование. Европейский Союз продолжает упорно следовать курсам на дальнейшее обострение и без того напряженных отношений с Россией. Столь однобокое прочтение Брюсселем ситуации во внутриукраинском конфликте лишает его самой возможности выступать беспристрастным брокером. Удивляет и та поспешность, с которой были приняты вчера вечером Советом ЕС по иностранным делам решения. Видимо, боялись, что минский процесс вот-вот возобновится и может повториться сентябрьский конфуз, когда санкции против России были ужесточены на следующий после достижения договоренности день. Кстати, никого в Брюсселе не смутило и то, что нынешнее обострение ситуации на юго-востоке Украины было инициировано Киевом аккурат под ЕСовские мероприятия. Одним словом, печально, что Совет оказался в очередной раз заложником агрессивного меньшинства, для которого украинский кризис лишь повод для навязывания русофобских подходов и противодействия нормальному сотрудничеству между Россией и Евросоюзом. Что касается российской стороны, то наши конкретные предложения как по урегулированию кризиса на Украине, так и по возвращению европейского процесса в конструктивное русло остаются в силе. Пора и в Европейском Союзе задуматься над бесперспективностью санкционного противостояния, которое только вредит народам и экономикам наших стран.